Набережная Ялта Вот этот удивительный мотив Конечно, романтизм этих яхточек Ну просто великолепен Тихая вечерняя погода Единственное, что яхты вроде как сложная задача Но давайте посмотрим, насколько она будет сложной И как можно упростить задачи с яхтами Прямо в процессе работы мы это постараемся сделать То есть упростить сложную задачу Погода за яхтами там будет вечереть Небо станет постепенно красноватого цвета Но поскольку голубой останется в небе То мы сейчас можем все накрыть голубым А дальше уже развивать тему Мы опять смочим холст Как мы это часто делали Замешаем на палитре Голубой цвет, который там изобилует В фоновом пятне Голубой можно плюс Плюс ультрамарин Много краски нас не очень устраивает Сегодняшняя задача Поскольку нам нужно много рисунка будет сделать Поэтому мы пока возьмем тряпку Сделаем из нее вот такую фигушку И вот этой тряпкой Уложим Уложим идею моря и дальника Тряпка обладает большим кроющим Большой кроющей способностью И количество краски Которая оставляет тряпка на холсте Незначительное Такое количество Которое будет легко Обслуживаться Вот этими линейными Вот этими линейками То есть нам нужно положить столько краски Чтобы когда мы будем чертежечек рисовать Чтобы он не создавал борозд лишних Чтобы легко было поправить Какой-то кусок Неточный, если он будет неточным И вы видите, даже сама полосатость укладки Уже дает настроение моря Которая похоже Хороший А вот этот У нас есть А вот это У меня тут у любого мужчины Из-за чего Знаете, на определенной моменте Мера сухости краски на холсте То есть сухости или увлажненности Тоже благополучно именно от укладки тряпкой Тряпка вбирает в себя лишнее вещество Лишнюю мокроту оставляет нужное количество и качество сухости Поскольку небочка уже немножечко розовит Вгоним сюда кадмий красный светлый И немножечко желтенького Которое едва светлее, чем само море Происходит Мастихином Можно сделать первый набросок рисунка Который предстоит нарисовать Вы видите, поправить это очень легко То есть в случае необходимости Легко поправить рисунок Делая таким образом Мастихин Прекрасный рисовальщик И дальний планчик С его содержанием Тоже можно сделать мастихином Единственное, что Не поставим в самую середину А чуть-чуть отступим от середины Несмотря на то, что К углу К этому носу корабля Маяк как раз просится в середину холста Но неприлично ставить В середину И мы чуть-чуть Даем в сторону Хочется еще и переднюю Вернее и ближнюю к нам яхту Ее спинку Вложить в картину Опять же напоминаю, что Пока рисунок делается вот таким Вот такой резьбой Его очень легко поправить Его очень легко восстановить Вернее, восстановить тишину Небо, море Яхта у нас С красным бортом Мы возьмем красный, коричневый, синий В пользу красного и коричневого И будет мощная Темная краснота Бордовая, как там и есть Вода Отражение в воде от лодки Зеленая И это будет красивое сочетание Зеленого с красным Классическое сочетание Кисть у нас была испачкана красным Поэтому красный тоже вошел В состав зеленого Но, тем не менее, это уже зеленый Несколько голубит Этот зеленый То есть, при том, что Отражение должно было бы Тоже быть красным Но, на самом деле Очевидно, оно Зеленовато-синеватое На воде Синие-зеленые Теневые И мы прямо чирками Кисти Укладываем их Основные пятна Яхты И внутренние части Наружние Наберем Наберем По форме Стараемся по форме набирать Их укладки То есть, если в данном случае Горизонтальная плоскость По горизонтали укладываем Если здесь хламничек То укладываем как хламничек Но не только хламничек Здесь еще конструктивен Вход И панель И дальняя панель Они По вертикали Мастихином Можно Растоптать Расштриховать Борт Лодки И даже Донаполнить Ее Темностью Штрихуя Ее По направлению По направлению Той плоскости Которой она является Мы даем Настроение Ухода Туда Под воду Плюс полосочка Снизу Декоративная Или Ватерлиния Не знаю Что это Здесь тоже можно Стеклянную Эту стеклянную Часть Выштриховать До Глянцевого Состояния В отличие от Этой лодки Которая В тени Она В контражуре К свету Свет Отсюда Заходит И бьет Только по макушкам И по этим Частям Здесь лодка Вполне освещена И мы прямо берем Белый Можно вместе Степлинкой Оранжевого Уложить Верхнюю плоскость Опять же По плоскости По плоскости Укладываем И это тоже Задает Внятный характер Предмета Верхнюю плоскость 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 Несколько освещен нос этого корабля. Он освещен только несколько, но можно усилить это настроение, поскольку оно касается голубого и появляется красивая теплохолодность вот этой части. Ну и к тому же всегда красиво, свет красив из-под теневой, даже может быть усилим это впечатление, хотя там этого нет, но стоит это показать из-под теневой свет. Белый в данном случае молочный, но мы знаем, что белый в тени в солнечный день сиреневит. Поэтому к нашему сиреневому, который мы обычно используем, белый в тени, мы добавим немного коричневого и он станет более молочного цвета. Белый в тени, несколько сиреневит, но мы добавляем здесь немножко коричневого для того, чтобы молочный цвет выразить белого. Вы видите, густыми мазками, прямо пластилином краски укладываем эти плоскости. Дальний план, хотя бы припачкаем. Может быть еще не прорисуем, но припачкаем и его содержание. Пациентам какая-то кр equspeанства Подписывайтесь на акцент. Немножко желтости, коричневости, розовости и ржавости Корабликов, которые там замусорили подход к маяку Ну, в красивом смысле замусорили Вы видите, резьба с мастихином тоже уместна И можно ею делать ровные линии удобно Спасибо за просмотр! Вы видите, что я лежачую кисть задействую Лежачую к холсту Лежачей кистью удобно вырисовывать и укладывать Не только удобно, но и более ровно, более точно И более художественно кладет лежачая кисть Теперь, когда стало ясно Когда прояснилась архитектура нашего яхточки Мы дополним ее Линиями Чтобы они создали определенное настроение Краски на холсте немного, поэтому Только сильно боковой свет оттеняет эту борозду А вы помните, мы сознательно уложили немного краски в дальник Чтобы эти резьбы не были слишком активными Линия Чтобы поправить место, допустим, где мы заступили, можно вытереть краску и на ее место даже пальцем вернуть идею моря. Продолжение следует... Вы видите, что вытворяет мастихин, с какой легкостью он решает задачу. Чертежа вот этого яхтенного чертежика. Потом вдоль этих бороздочек можно пройтись еще и кисти. Но это мы потом уже сделаем. А сейчас мы пока продолжаем наполнять крупные массы. Продолжение следует... Вы видите, как капризна погода. Только что солнце все освещало, все, что мы хотели порисовать. И вот уже солнце зашло. Мало того, явно усилился свет... свет за морем, этот закатный светик. Ну, на него мы рассчитывали, поэтому его добавляем. Опять же, невзирая на те резьбы, которые мы совершили. Тепленькая даль неба. Это у нас кадмий красный и немножко желтого. И вот здесь. Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, солнце хорошенечко спряталось и явно не рассчитывает выйти. Но мы помним оранжевый характер вот этой архитектуры. Оранжевый характер. И уже несколько по памяти работаем. Вы видите, мастихин моделировательно укладывает краску. Просто макательно, моделировательно. Субтитры создавали. Чуть в стороне, но мы их прибавим ближе к маячку, чтобы это было интереснее. Ребро мастихина дает вполне интересные... Резьбы, которые напоминают вот эти портовые... И лодочные сооружения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Немного преувеличим деревца. Линию касания воды и пирса усилили или уточнили подрезов мастихином. Вы видите, я не делаю активности, контрастности особенной, для того, чтобы вся контрастность произошла на переднем плане. И чтобы передний план вышел к нам. А дальничек у меня чуть потише, не контрастен. Сейчас я в моречко уложу немножко желтоватый свет. Который отсюда дает отблески на колеблемую воду. То есть волна, которая к нам, она голубит. Волна, которая отражает свет, преломляет свет. То есть вот эта часть волны дает вот такие звуки. И эти звуки в том числе прямо здесь выстроились. То есть вдали они тоненькие, мелкие. Я к голубому добавил желтенького и кадмий красный. Где-то ребром мастихина, как и прежде. Где-то более раздавливая краску. Волна. КОНЕЦ СОВЛЯЮЩОСЯ поскольку солнце уже не выйдет это уже стало понятно туча там большая которая заслоняет вот тому же делаем кораблик в полной мере в контражуре то есть темным по отношению к той светлости воды и внятно его выделяем одно из очень вкусных мест это вот эти змейки на воде вот эти змеечки то есть мы мастихином буквально укладываем змейкообразные змейкообразные я немножко заслоняю рукой но мы это делали в других фильмах я думаю что вы сможете посмотреть как змейко укладки как змейку уложить сейчас краснота носа нашей яхты дала именно красный в отражение а до сих пор не было этого красного но меняется освещение и меняются цветовые появляются цветовые новости нос корабля яхты стал сед в нем отражается сейчас в его панелях отражается моречко и он почти почти потерял свой цвет но и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поскольку это стекло, а в стеклах вечно что-то отражается, мы эти отраженности в плоскости вот такими седоватыми пробелами выразим. Продолжение следует... Выразим чернявый характер пятна внутри лодочки. Продолжение следует... Поскольку это тоже панели, уложим их по направлению... Поскольку они тоже глянцевые, то раздавленный мазок вполне выражает их материал. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, как называется это у корабликов, но там обычно это есть И нам это выгодно, что они там есть, мы их показываем И от них Отражение, отражение и тень Отражение и тень Резьбой мастихина выразим вход Резьбой мастихина Очень выгодное вот это пятно Собранный парус Для того, чтобы его несколько материализовать Тоже положим густой краской мастихином Это грязноватый, коричневый Собранный парус Собранный парус Собранный парус Собранный парус Вы видите, пластилин краски выразителен. Он сразу отнимает пятно от дальнего плана своей густотой. Субтитры добавил DimaTorzok 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 кисти свободное падение и с каждым новым с каждым новым прутиком или веревочкой она становится все интереснее и интереснее плюс есть еще вот такие звуки как бы точечки точечки креплений можно сознательно кисть раздавить чтобы она стала плоской взять совсем немного краски на самый кончик кладем кладем на холст и вытягиваем либо свободное падение либо вот такой резкий выход наверх а тут даже красненькие шнурочечки ну вот вы видите что с каждым новым новой полосочкой она становится все богаче и интереснее а а а а а а а Даже некоторая неточность, она не портит общее впечатление. И вы видите, кисть действительно как бы в свободном падении находится, когда укладывает линию. Змеечка. У нас вторая яхточка за первой. И можно и ее набрать. И у той дальней яхточки тоже. Проводов напустить. Проводить. И может быть даже носик еще одного корабля, еще одной яхточки. Проводить. 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 Мы продолжаем наполнять содержание пейзаж. Продолжение следует... Вы видите, я откровенную синьку немножко припачкал фиолетовинкой, чтобы не было такой раскрашенности, ну, чтобы не было чистого цвета, потому что в природе на пленере редко бывает прямо чистый цвет. Продолжение следует... Трап ведет на лодку. Деревянный. Толщина трапа. Перегородки. И становится понятно, что это за предмет. Продолжение следует... Продолжение следует... Много всяких мелких предметов находится на яхтах. Не обязательно каждый предмет срисовывать в подробности, но... Некоторые подробности стоит немножко порисовать. Идея этюда подразумевает некоторый условный характер точностей, поэтому если совсем точно не происходит, это не страшно. Главное, чтобы настроение произошло в картине. Цветовая завязка. Если захочется уточнять, можно это сделать в домашних условиях, сфотографировав пейзаж. Змейка канатов. Заметка канатов. Вот этих длинненьких канатиков. Вы видите, поскольку здесь периферия картины, уже не так старательно можно вырисовывать. Очень здорово звучат бликующие места на металле. Всякого рода бликующие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Густая краска вписывается в густую краску И так материализуется предмет переднего плана лежачая кисть укладывает хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чем больше будет вот этих мелочей обозначено Тем лучше прозвучит Прозвучит наш пейзаж Вот именно наша яхта Здесь мелочи обогащают Обогащают Субтитры сделал DimaTorzok 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 Белые бликующие звуки украшают яхту. Белые блик. Можно даже обозначить скрученный характер ткани. Вот этого рулона скрученный характер. Белые блик. Белые блик. Продолжение следует... Вот пусть немножечко оформляет небо, несколько облаков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, некоторое неряшество не портит общий вид. То есть наша задача именно общий вид, общее настроение. Это этюдная работа, это не картина. И отнестись к ней надо с долей легкомысленности. Продолжение следует... 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 коллега проходил и обратил мое внимание и вот на этот красный круг который замечательно здесь создает напряжение цветовое а я как-то увлекся и уже его не разглядел так еще замечательно подсказал коллега который который проходил что здесь чуть-чуть быть теплоты подсунуть я ее коричневый с розовым смешаю и подложу нужна она здесь и она действительно дает и передний план своей теплостью и темностью ну и на этом мы закончим сегодняшний мастер-класс я приглашаю всех ялту и 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